Зачем болеть? Очень круто звучит хирург-онколог. И девчонки все сразу такие. И вы в списке Forbes? Ну привязывайте там вверх ногами, чтобы самое главное попа смотрела в азимут. Рак вообще заразен? Лучше я проживу эти полгода полноценным рок-н-ролльщиком. Грустить можно, отчаиваться нельзя. Спутник это автомат Калашникова. Как правильно выбрать онколога? Навык общения с пациентами мне в этой ситуации не помог. Жизнь человека трагична. Я штрафую своих врачей, если они не отвечают пациентам в ватсапе или на звонке. Штрафуете деньгами? И не только. Как моя футболочка, ведь есть специально для вас Иисус на серфе. Ебой. Вот. Это лучше, что можно. Вот. Думаю, надо что-то такое, жизнеутверждающее. Поехали. Небольшой экскурс. Это Петербург, набережная реки Фонтанки. Вы видите здание Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия, построенное по проекту архитектора Бенуа. Сейчас здесь располагается клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Я иду в онкологическое отделение. Я хочу встретиться с хирургом-онкологом Ростиславом Павловым и поговорить о раке. Это наша ординаторская. Врачи здесь работают. Здесь такой у нас open space, coworking, чтобы все могли взаимодействовать между собой. Хирурги, приходят сюда анестезиологи, пациенты тоже приходят, общаются. Хирург в первую очередь много работает руками, поэтому они вяжут узлы на скорость. Обалдеть. Почему именно здесь? Руки хирурга наверху, и поэтому кровь всегда оттекает и становится каждой 10 секунд все сложнее и сложнее. Хирурги всегда приходят по веселью и попотягиваются. Обязательно после операции. Брошюра для пациентов, у которых была выведена временная или постоянная колостова. Для пациента это стресс, для пациента это дискомфорт. И чтобы минимизировать все последствия, мы даем сразу брошюрочки, чтобы они сразу читали, как нужно действовать. Принятие душа, работа, поездки. Позвоните своему лечащему врачу, если какие-то получились проблемы. То есть, какого цвета должна быть строма. Часто задаем вопросы об уходе. Как носить бандажи. Ну, то есть, все вопросы. Памятка. Это пациент получает бесплатно, сразу же. То есть, если в послеоперационном периоде она есть, мы ее отдали. И все, и он за ней дальше работает. Вам совсем недавно исполнилось 30 лет. Так. Вы занимаете достаточно крупную должность, потому что вы заместитель директора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургского государственного университета. Во, тем более. Вы женаты, у вас двое детей, и вы в списке Форбс. В категории наука и технология в рейтинге самых перспективных молодых людей России. Задаются вопросы по поводу того, что они слишком ли молоды. А вы точно, вы не интерну? Да, слушайте, ну когда мы познакомились с доктором-онкологом Анастасией, которой 25 лет и которая нас очень популярно просветила и очень подробно как раз нас курировала наше присутствие в операционной, то здесь действительно возникает, что это вообще какая-то новая тенденция, что такой молодой возраст и что так помолодел возраст доктора. Но ведь и помолодел возраст рака. Пациента. Что вы скажете? Я думаю, что он не помолодел, а он лучше стал диагностироваться. Вот только с этим это связано, да? Потому что новые технологии, современные возможности, новые эндоскопические стоки дают возможность быстро и на самом деле на ранних стадиях находить эти опухоли и лечить их. Ну и конечно не стоит забывать о питании, о культуре питания, о том, как сейчас люди питаются, о фастфудах, о много красного мяса, которое также не совсем полезно. Я знаю, что у вас как раз в клинике есть этот тест на образ жизни, который можно посмотреть и есть генетические тесты, да? То есть можно сделать эту прикидку о том, есть ли мутированные гены и какой риск. Если 5 лет назад такие тесты делали единичные лаборатории и стоил этот тест каких-то баснословных денег, то сейчас в современных реалиях можно генетический тест сдать в течение 15 минут, дождаться результата в течение пару месяцев и понять всю вашу родословную, какие есть генетические поломки и к чему нужно быть готовым. Хорошо, то есть вам кажется, что человек должен быть к этому готовым, да? Конечно, конечно. К тому, чтобы знать правду о том, что его ждет. Я так понимаю, что даже с вашей точки зрения это возможно где-то и улучшает качество его жизни. Конечно. Во всяком случае, Андрей Павленко считал именно так, что если человек знает, сколько ему отпущено, знает все риски со своим здоровьем, то качество жизни его будет выше. Ценность каждого дня будет гораздо выше, да? Как бы жизнь так сконцентрируется. Я вообще считаю, что онкологический диагноз – это своего рода небольшой подарок пациенту. Потому что, например, пациент, инфаркт, есть человек, а нет человек, в один момент ДТП, есть человек, а нет человек, инсульт геморрагический, есть человек, а нет человек. А онкологический диагноз – это возможность пролонгировать, ну как бы назовем так, пролонгировать заболевание. Потому что вся жизнь конечна. И трагична. И трагична. Жизнь человека трагична. Как вы тогда можете объяснить осознанный отказ от лечения некоторых пациентов? Что происходит с ними и почему они это решили? Это их выбор. Это их выбор. Это их взгляд и их отношение к болезни. И я в ряде случаев даже их поддерживаю в этом. То есть у вас лично такие случаи были? Да, конечно. Конечно, конечно. Это сложный разговор. Я им объясняю, как будет с данным видом лечения, как будет без данного вида лечения. Пациент мне говорит, доктор, сколько мне подарит лечения, например? Я говорю, ну оно подарит вам 3 месяца, но ухудшит ваше качество жизни. Он говорит, доктор, лучше я проживу эти полгода полноценным рок-н-ролльщиком, чем проживу 9 месяцев инвалидом. Грустно, но, как говорил ваш учитель, грустить можно, отчаиваться нельзя. Нельзя, да. Сейчас я прошу прощения, секунду. Да. Да. Вас с Максимом Александровичем сомну просят. Что, уже перевернули или там что-то случилось? Да, перевернули. А ну-ка, дай Максим Александрович трубку. Максим Александрович, а ты сам не справишься? Если что, хоть по-друге, слушай. Я поняла. Так, а что случилось? Да у меня этот интервью полным ходом. Как сам, или лучше помочь? Да, лучше, наверное, помочь, Руслан Александрович. Я просто думал, ты сможешь подойти и глянуть, как оно. Пойдет, не пойдет тебе. Ну, привязывайте там, вверх ногами, чтобы самое главное попа смотрела в азимут. Ой, попа смотрит нормально все. Ну ладно, все, хорошо тогда, понял. Давай сейчас иду. Там спиритонит какой-то, в курсе? У кого? Перфорация слепой кишки после полипектомии. Я сейчас, ты, ***, Олег Владимирович, услышал. Ну, пусть готовят в операционную. Ну, понятно. Ладно, хорошо. Давай сейчас приду. Ага, давай. Здесь мы сначала моем. Мы хорошо растираем мыло. Нет, плохо мыло. Плохо? Да. Да, плохо, да. Смотрите, мы размылили. Дальше. Обязательно пальцы. Каждый палец мы должны помыть. Каждый палец помыть. Помыть, помыть, помыть палец. Потом помыть между пальцами. Обратные стороны. Ладони. Большой палец, конечно. Большой палец помыть. И вот мы дальше движениями. И две плечи. Обязательно. Требечи должны. Требечи должны. Джалилов и Нариман Казиханович. Наши ведущие специалисты. Нариман Казиханович. Начмет по урологии. Наша операция уже в разгаре. Сейчас мы пройдем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот про этот час поговорим, который вы прожили. Расскажите, что там было и вообще. Это очень интересная операция. Называется операция Хольма, когда у пациента опухоль находится в нижнем опулярном отделе прямой кишки. Это прям за сфинктером. И переходит на сфинктер. И к сожалению, таким пациентам не удается сохранить опрямую кишку полностью. И мы ее удаляем и реконструируем в виде стомы. Мы такие операции выполняем лапароскопически. То есть через три маленьких прокола. И в целом пациент уже, я думаю, через пару часов будет звонить своим родственникам, родным, говорит, что у него все в порядке. И еще через пару часов уже встанет и начнет ходить. Малоинвазивная хирургия дает возможность очень быстро реабилитироваться, быстро возвращаться к ритму жизни. И самое главное, если потребуется в дальнейшем лечение, начать его нужно в срок. Потому что часто бывает так, что такие операции выполняют через большой разрез. То есть от мечевидного отростка до лапка. То есть он там размером будет чуть больше, чем моя записная книжка. Такие пациенты тяжело заживают. Особенно если у кого есть сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, повышенный индекс массы тела. То есть это полные пациенты. Они очень тяжело и сложно выходят с этих операций. Но мы лапароскопически их максимально быстро восстанавливаем. И уже через 3 дня он уже пойдет домой. Почему вы выбрали именно эту специализацию? Ведь существует масса других лечебных специализаций. Я должен был пойти в пластическую хирургию и заниматься микрохирургией кисти. Так. У меня все для этого есть. У меня папа доктор и он меня подталкивал в это направление, потому что сам там работал как анестезиолог. В онкологии у меня не было никаких знакомых, не было никаких связей. А как мы знаем, что в любой хирургии нужно найти своего учителя. Найти своего наставника, который будет вести тебя из года в год, поддерживать, помогать и в нужную, в сложную минуту приходить на помощь. У меня в онкологии такого наставника не было, хотя онкология всегда меня очень манила к себе. Чем? Это очень сложно, это очень трудоемко. И самое главное, это специальность, которая требует постоянного развития. Так, понимаю. Это во-первых. А во-вторых, очень круто звучит хирург-онколог. А, вот почему мы пошли в онкологию. Так, теперь все понятно. Очень круто быть кардиохирургом, пластическим хирургом и хирургом-онкологом. И девчонки все сразу такие, хирург-онколог. Вот что вы считаете в работе онколога самым сложным? И какой у вас был самый сложный разговор с пациентом? Вообще, приходилось ли вам когда-либо озвучивать ему какой-то страшный прогноз? Онкологи имеют достаточно серьезный эмоциональный груз, потому что мы каждый день сообщаем людям плохие новости. Сообщение диагноза всегда это стресс, как для доктора, так и для пациента. Поэтому навыки общения с пациентами, которыми нужно владеть доктору, помогать ему профилактировать выгорание. И самое главное, правильно и доступно доносить информацию пациенту по поводу его заболевания и по поводу его прогноза. Я очень люблю общаться. Я очень люблю общаться с пациентами. Но самый тяжелый для меня был разговор. Это, наверное, самый тяжелейший разговор, который у меня был. Когда мы выполняли повторную операцию нашему учителю Андрею Николаевичу Павленко. Так. Мы вместе с моим другом и коллегой Алексеем Сахаровым, он пришел к нам, он собрал нас к себе в кабинете. Это был ноябрь месяц. Сказал, ребята, у меня начались боли, мне нужно сделать лапароскопию. Мы говорим, Андрей Николаевич, ну это же серьезные риски. У вас уже была большая операция. Он сказал, все нужно делать, завтра сделаем. Это было достаточно сложное такое эмоциональное решение для нас идти на такую операцию. В 7 утра мы начали операцию с Алексеем. На наркозе был заведующий реанимации нашей клиники, Олег Владимирович Кулешов. И когда мы зашли в живот, мы увидели, что болезнь запрогрессировала. Ну для нас это было... Я не помню таких эмоций, тяжелых эмоций во время операции. Мы взяли биопсию, записали видео, потому что он просил нас записать это видео. И когда его перевели уже в послеоперационную палату, ну все отделение знало ситуацию, стояло рядом. Медсестры не заходили к нему в палату, никто не заходил. И мы пришли с Алексеем, мы приняли решение, что мы вдвоем должны это сообщить. И мы пришли ему сообщать эту новость. Спасибо большое Андрею Николаевичу, что он нас опередил и сказал, что, мужики, что там все плохо. И мы просто, так сказать, с глазами на мокром месте просто кивали головой, ничего не говорили. Ну и он сказал так, ну ладно, все, я это понимал, что у меня такая ситуация. Давайте видео посмотрим, насколько все критично. Мы там, не проронив ни слова, открыли видео, показали, он сказал так, у нас есть столько-то времени. Ну мы понимали прекрасно. Нам нужно сделать раз, два, три, четыре. И вот это был для меня самый, самый сложный разговор, который по сути не состоялся, как я, как доктор, я ему не сообщил. Но эмоционально это было супер тяжело и супер подавлено для нас. То есть профессионализм, навык общения с пациентами мне в этой ситуации не помог. Я вас очень хорошо понимаю, потому что я два раза пересмотрела его последнее интервью «Жизнь человека». Вот как раз этот проект портала «Такие дела». Вы учились у потрясающего человека. И это же не просто слова. Конечно. Вы учились у человека, который совершил подвиг, который внес вклад в человечество как вид. То есть мне кажется, что после такого подвига мы, как вид, имеем шанс просто стать лучше. И я думаю, что я буду возвращаться к этому документальному материалу и буду смотреть. И там есть как раз этот эпизод. Есть, когда все вы заходите, и вы есть в этом эпизоде. И видно вообще, что с вами со всеми происходит. У меня в связи с этим вот к вам какой вопрос. Ведь при жизни Андрей Павленко считал, что, уже зная свой диагноз, он считал, что если он не победит рак, это будет катастрофа для всех, кто верит в его победу. Вот спустя какое-то время, да, сейчас уже прошло приблизительно, больше года уже прошло, да, после него. Как вам кажется, и как вы это пережили, как катастрофу, или вам удалось этот опыт как-то перемолоть и переформатировать или переформулировать? С самого начала, когда был поставлен диагноз, Андрей Николаевич со всеми договорился, что это не будет катастрофа. Что это не будет история про смерть, это будет история про жизнь. И с самого начала он хотел максимально показать общественности, показать людям, какие есть проблемы, как с ними можно бороться и что нужно делать. Например, очень интересно, что в новом году, вот с этого года, если не ошибаюсь, для ординаторов молодых, навыки, которые они должны изучить, которые они должны сделать, просто слово в слово взяты с подкаста Андрея Николаевича. То есть просто вот раз, два, три, четыре. И на самом деле он хотел пациентам, первая его главная миссия, на мой взгляд, это показать, что, а, можно лечиться и лечиться в российских реалиях, что можно получить грамотную, высококвалифицированную помощь, что не нужно ехать никуда за границу. Во-вторых, он хотел показать проблемы, с которыми он столкнется и как их решать. Потому что у нас очень слабо развиты пациентские организации, например, как в Америке, то есть которые собираются, которые помогают друг другу. Вот мы сейчас в нашей клинике начали этот опыт получать. И вот наш ведущий химиотерапевт Юлия Александровна Гронская раз в месяц собираются с пациентами, которые перенесли рак молочной железы, или которым поставлен диагноз рак молочной железы, в такой хаб по выходным. Они ходят в музеи, собираются на лужайках, чтобы обсудить проблемы, обсудить возможности их лечения, какие последствия после лечения они, с какими они столкнулись. И что самое главное, это формирует то ядро помощи пациентов, которые в дальнейшем могут передавать свои знания и свой опыт, который они принесли. И Андрей Николаевич, благодаря и Сергею Карпову, и всей команде таких дел, и Илье Фоменцу из фонда профилактики рака, ему удалось сдвинуть ситуацию в нужное русло. Ему удалось показать проблемы, которые существуют сейчас у онкологических пациентов. И ему удалось показать, что нужно и важно следить за своим здоровьем. Он показал, что я не следил, не повторяйте мой путь. Нужно делать справа, проходить скрининги, нужно проходить профилактические осмотры, нужно делать колоноскопию, маммографию. Не нужно бояться докторов. Он показал в своих фильмах, в своих дайджестах, что доктора такие же люди. Они суровые, и с ними комфортно, с ними прекрасно, что не нужно ничего бояться. То вы сегодня пришли к нам в клинику. У вас сложилось впечатление, что что-то тут страшное? Какой-то страх был в больнице? Поначалу был, но потом он развеялся. Но вы сделали очень хорошее предупреждение о том, что ваша клиника не про рак. Вы же сказали сразу. Поэтому мы пришли в какое-то. Вот она про что? Про жизнь? Вы знаете, она про ценности. Про ценности и самое главное, про опыт, который переживает пациент. И мы хотим сделать так, чтобы этот опыт, который он переживал, он переживал а, комфортно, б, чтобы он не был один, а с ним была постоянная команда профессионалов, и, в, это то, чтобы он понимал, что он может вернуться, он может прийти и может обратиться снова и снова со своими проблемами. И его будут ждать с ответами на поставленные вопросы. Поняла. Вот эта вот ваша открытость, она вообще очень подкупает. Это такая, мне кажется, новая тенденция открытости. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы возвращаетесь мысленно к этим тяжелейшим прожитым дням в вашей жизни, к этому пути? Сейчас вы с коллегами как-то это проговариваете? Сейчас у вас возникают какие-то новые идеи или ходы? Не возникало ли у вас ощущения за это время, что, может быть, была ошибка в выбранном протоколе? Или, может быть, вы поймите, это вопросы к вам идут со стороны чайника, естественно, да? Это как бы я сейчас представляю всю ту... Вопросов от чайника не бывает. Да, опыт вашего учителя меня потряс эмоционально. Я повторюсь, что это подвиг. Но мне сейчас очень важно ваш... Вот, понимаете, уже прошло время. Ведь там есть, когда следишь за процессом развития его заболевания, может быть, я неправильно поняла, поправьте. После первого курса химиотерапии были тяжелые последствия, которых никто не ожидал. Ну, реакция организма, которую даже не мог он предположить, как доктор. Дальше второй курс благополучно. После второго курса принимается решение удалить желудок. А дальше, как я понимаю, уже начинается череда необратимых. Я понял ваш вопрос. Вот расскажите. У нас нет возврата к тому, что мы что-то сделали не так. На сегодняшний день у нас есть четкое представление, что мы шли по плану, делали все самое современное, все самое нужное, что ему потребуется. Но к Андрею Николаевичу мы всегда возвращаемся. Я, например, время от времени, когда в операционной сложная ситуация, когда так прям на грани все идет, я сижу и про себя думаю, господи, позвать бы сейчас Андрей Николаевич, чтобы он помог и разрешить ситуацию. Потому что часто, когда мы там что-то... Было сложно. Мы звали Андрея Николаевича и говорили, Андрей Николаевич, зайдите, пожалуйста, в операционную. Вы на работе еще там в 9 вечера, да, сижу, жду вас, когда вы закончите. Он приходил в операционную, давал там маленький какой-то советик. Мы его выполняли, все отлично. Поэтому мне время от времени его очень хочется позвать в операционную. И очень хочется задать ему вопрос, Андрей Николаевич, что делать в этой ситуации. Я вас очень понимаю. Почему я спросила? Потому что не так давно я посмотрела интервью с его супругой, где она говорит, нам не повезло. И меня это... Вот и все, что случилось. Нам просто не повезло. И меня это очень тоже по-человечески взволновало. Ведь речь идет, как вы сами говорите, мы доказательные доктора, мы занимаемся доказательной медициной. А что же здесь получается? Что каждая операция, это по сути эксперимент? Это... да? Мы всегда говорим пациентам о прогнозах. Что это имеется в виду? Мы говорим, что 5 из 10 пациентов полностью выздоравливают в вашей ситуации. 5 из 10 пациентов не выздоравливают. Доктор, ну как же мне попасть в эти 5 процентов... 5... в эти 50 процентов успеха? И тут включается понятие биология опухоли. Что имеется в виду? Есть очень такая хорошая хирургическая пословица, что хирургический орел может летать настолько высоко, насколько ему позволит биология опухоли. То есть это значит, что есть, бывают опухоли более агрессивные, есть менее агрессивные. И этот молекулярный генетический каскад, который существует в каждом организме индивидуально, к сожалению, только-только начинает приоткрывать нам этот ящик пандора. Тогда скажите, через сколько примерно по вашим прогнозам этот ящик может приоткрыться? Что я имею в виду? Вот онколог будущего, да? Сейчас хирурги смотрят на ранение Пушкина, да? И говорят, господи, боже мой, не были даже задеты внутренние органы. Все, что нужно было сделать, это вынуть пулю из копчика. Вот как вы думаете, когда наступит такая благодать, когда онколог будущего посмотрит на случай вашего учителя и скажет, господи, нужно же было сделать так, так и так. Сколько лет? Я думаю, это в ближайшие 5-10 лет мы сможем отвечать на многие вопросы, которые касаются именно генетических и разных мутационных способностей опухоли. То есть вам кажется, что развитие идет настолько стремительно, то есть что каждый год это... Нам приходится обновлять сейчас свои знания каждый месяц. У нас специально есть дорогие подписки на современные журналы, которые мы постоянно читаем. Если раньше можно было раз в год, например, съездить на конференцию ежегодную, там подчеркнуть и спокойно двигаться, то сейчас нужно ежемесячно смотреть, что выходит, какие тенденции, как меняется направление, что нужно, что не нужно. Нужно постоянно сомневаться в своих решениях и постоянно пересматривать и перепроверять себя. Сейчас ушел тот период жизни, когда раньше был, вот врач от Бога, там, вот светило. Я, например, когда мне начинают только поднимать эту тему, вот вы врач, я говорю, стоп, 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 если не продолжайте. Пожалуйста, не продолжайте. Мы просто специалисты, которые выполняем свое дело. Раньше это было, что один кто-то научился, никому не давал, не учил, и сам на этом выполнял ряд вмешательств. Сейчас, благодаря 21 веку, благодаря интернету, благодаря ресурсам, благодаря открытости Европы, Америки, Южной Азии, Сингапура и всех остальных ведущих стран, мы можем взять, поехать, посмотреть, поучиться, вернуться и внедрять. И вот поэтому сейчас ушла эта вся тенденция в плане там... Вот тогда я спрошу вас, на какие средства вы можете поехать и поучиться? Очень просто. Рассказывайте. За свою ординатуру, которая проходила у меня два года, у меня не было возможности иногда и даже на общественном транспорте доехать до работы. Я ходил пешком и в Ленинградской области собирал грибы, чтобы на выходные там хорошо забить в морозилку и потом их в течение недели жарить. Но, благодаря возможностям коммуникации и знаниям английского языка, можно прекрасно написать письмо, например, на конференцию в Испанию. Написать о том, что Диаколикс, я молодой ординатор, у меня нет денег, я живу в России, но я очень хочу приехать. Они говорят, окей. Вот как это работает. Нет, окей. А что у вас там вообще с навыками? Ура, вообще. Все есть. Оббегаешь быстро своих учителей, говоришь, можете подписать, пожалуйста. Это что? Это то, что я очень крутой. А, ну зачем тебе? В Испанию хочу поехать. Езжай. Тебе принимающая сторона все оплачивает. Так, все. Я так объездил всю Европу, в Сингапуре был, в Швейцарии был. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот мы затронули с вами тему скринингов. Вот мы, как-то нам повезло, мы с вами в Петербурге, в клинике высоких технологий, вы мне говорите, Мария, спускайся вниз, сейчас все сделаем, через два месяца все узнаем. А ведь что творится в стране? Вот эта пресловутая диспансеризация, которую проходят все, и все это мы знаем прекрасно, как это происходит. То есть не кажется ли вам парадоксальным, что государство не тратит практически никаких денег на эти профилактические меры? Скрининг невозможно же пройти в поликлинике, когда тебя диспансеризуют. А при этом тратят колоссальные средства на лечение третьей и четвертой стадии. Это что такое вообще? Это абсолютно верно, и уже существует множество исследований, которые говорят о том, что если правильно выстроить скрининг в стране, то это сумасшедшая экономия денег на последующем лечении. Это возможно сделать в России? Возможно. Было бы желание. Что бы вы сделали для этого, если бы вам сказали, Ростислав, делай? С чего бы вы начали? С чего бы я начал? Это я бы собрал идейную группу. То есть я бы собрал команду. Команду, которая могла бы организовать весь процесс вместе со мной. С использованием технологий, видеокурсов, лозунгов. То есть я бы соединил Data Science, маркетинг и специалистов. Как вам кажется, государство абстрагировалось от идеи скрининга населения? Или есть какие-то подвижки? Я думаю, просто никто не... Мало у кого семей сталкивалось, не было личной истории. У чиновников? Имейте в виду, что пока кто-то из больших чиновников не столкнется с этим напрямую, скрининг так и не запустится. Когда сталкивается человек напрямую, когда это его история, он делает все возможное, чтобы его опыт не повторил другой человек. Что скажете по поводу трансплантологии в России? Говорят, что эта область до сих пор остается самой такой пострадавшей. То есть если все, что касается операции, это да, ок, но если трансплантология, то это только Европа, только Штаты, Израиль. Не соглашусь. У нас достаточно много трансплантирует органов и хорошо много обученных, хороших хирургов. Просто нужно получить большую часть готовых хирургов в этот клуб и не сдерживать административно возможности помогать пациентам. Это от кого зависит, чтобы в этот клуб двери приоткрылись? Вы знаете, это много людей, от кого зависит. Но чем открытие будет политика в отношении трансплантологии и в отношении хирургов-трансплантологов, тем больше пациентам можно будет помочь. Очень коротенький вопрос про боль. Андрей Николаевич говорил, что не ожидал, что будет так больно. То есть, когда ему говорили о том пациенте, что больно, он это немножко по-другому воспринимал. В Петербурге сейчас я считаю, одной из самых успешных проектов в качестве оказания палиоактивной помощи. Это хоспис на дому Екатерина Овсенникова, директор там, моя близкая подруга. Это проект Ньют и Фидермейсер. Да. Вот. И сейчас в Питере существует такая программа, хоспис на дому, который приезжает, помогает, назначает обезболивающие и выписывает даже. Поэтому с болевым синдромом в Питере хорошо работают. Хорошо, что вы подчеркнули, что это Питер. С болевым синдромом в Питере хорошо работают. Как работает с ним в остальных городах России? Это уже совсем другая история. Почему люди боятся говорить публично о раке? Когда человек заболел, почему считается хорошим тоном скрывать то, что ты болен? И я неоднократно узнавала о своих коллегах, что они ушли и последние несколько лет боролись с раком. И все стоят и говорят, какой молодец, никого не хотел беспокоить, как он хотел мужественно уйти, он не хотел, чтобы на него смотрели, как на больного человека, которому нужна помощь. В этом вся и проблема. Пациенты думают, что на них будут смотреть, как на больного. Это советское наследие? Абсолютно верно. Поэтому мы организовываем пациентские сообщества. Мы сделали YouTube-канал «Онкоцентр на Фонтанке», который показывает пациентов, которые говорят о своих проблемах, которые говорят о своих болезнях. Мы записываем видео и мы говорим о том, что не нужно об этом бояться говорить. Нужно, наоборот, поддерживать. И вот это комьюнити поддержки даст возможность онкологическим пациентам не чувствовать себя прокаженными. Рак вообще заразен? Нет. Ни на какой стадии? Ни на какой. Рак может передаваться вирусным путем? Вирусным путем нет, но вирус папиллома человека может развивать рак. И передаваться от человека к человеку? Ну, то есть, вирус папиллома передается от человека к человеку. И вирус папиллома может развивать онкологические заболевания, такие как рак шейки матки и другие. В каких случаях он передается? Это половой путь? Да, поэтому всем родителям я очень рекомендую привить своих детей до 13 лет против прививкой Гордосил, которая против вирус попелома человека, до первого полового контакта, чтобы обезопасить их на будущее. Понятно. Я знаю, что вы публично поддержали Анжелину Джоли. У вас есть в инстаграм пост об этом. Очень многие критиковали, и даже известные медиа, что это какая-то перестраховка безумная совершенно. Она сделала тесты, генетический тест показал риск вот этого мутированного гена, что у нее может быть рак груди, рак матки. Она делает операции. И очень многие ее, кстати, осудили, а вы поддержали. Вот расскажите. Ну, я считаю, что если человек знает о будущей проблеме, которая может возникнуть, не вижу никакого смысла ее не профилактировать. Это то же самое с прививками. Антипрививочные компании говорят о том, что вот, зачем прививаться от разных заболеваний, от кори, краснухи. Вот раньше болели, и все хорошо. Зачем болеть, если можно привиться? Зачем болеть ковидом, если можно привиться? Я прочитала у вас же, что вы рекомендуете европейские вакцины. Как это понимать? Не-не-не-не-не. Я публично заявил, что я спутником привился. В одном из ваших постов вы рекомендуете, может быть, это касалось именно определенных онкологических... Эта рекомендация была, мне написали пациенты из Украины. Ах, так, значит, пациентам в Украине вы рекомендуете? Они мне спросили, чем лучше привиться? Китайским? Китайской вакциной, индийской вакциной или европейской вакциной? И вы ответили, что европейской? Да. Потому что у них нет возможности привиться спутником или кови-ваком. То есть, если бы эта вакцина у них там была, то вы бы... Однозначно, однозначно. И я всем своим родственникам, всех моим своим друзьям тиражирую о том, что я в феврале привился спутником и прекрасно себя чувствую. Я тоже привилась спутником дважды, пока чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что... В общем, ничего с нами через два года не случится и ни со мной, ни с вами. И всем онкологическим пациентам я также рекомендую прививаться. Не кажется ли вам все равно, что ситуация странновата, что никакой другой вакцины, кроме спутника, в России купить нельзя? Кови-вак, эпи-вак. Но это же все разновидности спутника, разве нет? Нет, нет. Это разные вакцины. Ну, я имею в виду, что нет ни одной европейской вакцины на рынке. Ее нельзя сделать. Это нормально с вашей точки зрения ситуация? Если честно, что это такой достаточно спорный вопрос. Можно выехать в Европу или в Америку, там привиться, пожалуйста. Я думаю, что это есть возможности. Ну, я поняла, вы такой человек, для вас вообще особо никаких проблем нет. Мир открыт. Абсолютно. Вы совершенно не слетели. Я тиражирую о том, что спутник это автомат Калашникова. Работает без осечек, поэтому... Сколько бы, сколько бы не говорили о том, что вот, там заболели, не заболели, я на своем опыте контактировал с четырьмя пациентами подряд с заболевшими ковидом. И они мне это радостно сообщали вечером, когда проходили каминать консультацию, вечером мне сообщают. А вы знаете, у нас обнаружен ковид. Окей. А потом второй пациент приходит такой вечером. Вы знаете, доктор, что у меня здесь затемпературил, сегодня сдам тест. Вы знаете, у меня ковид. Класс. И третий, там, я короновался, я так думаю, так, у меня дома маленький ребенок, жена, кормящая. Думаю, так, пойду-ка я сдам антитела. Ну, сдам антитела, у меня там зашкаливает антитела после спутника, поэтому... Я зашла в инстаграм-аккаунт вашей супруги и прямо в профиле увидела крупными буквами «Я победила рак, я вышла замуж за онколога». Вот давайте немножко расскажите про свою семью. У меня замечательнейшая семья. 90% того, что всех моих успехов, которые есть, это благодаря моей семье. Потому что без поддержки, без той силы, которую вкладывает моя жена в меня, этого бы ничего не было. За каждым сильным мужчиной стоит еще сильнее женщина, которая дает возможность ему раскрываться. И если бы мне сказали, там, 4 года назад, когда мы с ней, там, 3 года назад мы с ней начали общение, что у нас будет замечательная семья, и я буду сидеть там в должности заместителя директора, иметь много приятных друзей и много возможностей помогать пациентам, я бы не поверял. Я ей очень благодарен, я ее очень ценю, я ее очень дорожу, потому что она именно тот человек, который дает мне крылья и дает мне возможности двигаться вперед и ни о чем не думать. Она такой тыл настоящий. Она победила эту болезнь до знакомства с вами или это совпало? В 2014 году у нее был диагностирован рак щитовидной железы. Она лечила, она достаточно крупный бизнесмен, и для того, чтобы поехать лечиться, она продала весь свой бизнес и уехала в Германию. Почему-то она предпочла Европу. И в Германии ей сделали не все хорошо. После этого она вернулась в Россию и создала свой проект, называется Oncology Pro Service. Проект для пациентов, который оказывает консультативную помощь, чтобы пациенты не ехали в Европу на лечение, а оставались в России и имели возможность получить качественную высокотехнологичную помощь бесплатно в условиях российских клиник. То есть она не отвозила, а наоборот оставляла, потому что ее круг друзей, достаточно богатых, состоятельных, весомых людей в Российской Федерации, в мире, и она им наоборот подсказывала. И я зашел к ней экспертом. А и так вы познакомились. Как правильно выбрать онколога? Я поняла, что это такая самая остро стоящая тема. Как вообще пациент понимает, хороший доктор или нет? Он же не знает, это первое какие-то регалии, должность и первая консультация общения. То есть когда пациент приходит на консультацию к доктору, он сразу интуитивно понимает, нравится ему доктор или нет. Психологический комфорт. Конечно, конечно. Но ведь еще компетенция очень важна. Мало ли мне, не очень приятен человек, а он замечательный врач. Чаще всего, это уже 19 век, это Советский Союз. Понятно. Может быть неприятный доктор, но к нему паломничество. Понятно. Если вам сейчас неприятный доктор, поверьте мне, есть приятный доктор с не меньшими компетенциями. Понятно. Поэтому, как говорится, на каждого суперспортсмена есть еще талантливее китаец. Поэтому то же самое с докторами. Тогда поговорим про вот этот фулап, да, важный, послеоперационное наблюдение. Что это такое, почему это должно быть? Талант получает хорошее лечение, качественное лечение, проходит операции. В клинике все хорошо, в отделении все отлично, ему все объясняют. И тут момент, когда он выходит за пределы клиники, и случается такой момент эмоционального провала. Он думает, вроде бы все было понятно, вроде все ясно, но что делать дальше, куда бежать? Хорошо, когда у него есть номер телефона лечащего доктора, и тут начинается 353 тысячи вопросов. А можно ли мне курс гречи, а можно ли мне сауну, а можно ли мне петрушку, а можно ли мне идти в сплавь на байдарках, можно ли мне загорать, можно ли мне втирать, ну, там, все что угодно. Вот этот момент, когда есть номер телефона, это хорошо, но когда у пациента его нет, он начинает, как слепой котенок, пытаться найти, с кем ему дальше взаимодействовать. Мы свои сейчас в центре экспертной онкологии специально высадили всех в амбулаторный, так и в отдельный прием, чтобы у пациента была возможность иметь контакт с доктором на протяжении многих-многих лет после выписки. Потому что мы сейчас вводим телемедицину, момент заочных консультаций, чтобы доктора был постоянный контакт, и что самое главное, это как такой получить абонемент в спортзал. То есть он и доктора, то есть официально он пришел в кассу, заплатил, получил свой абонемент на доктора, назовем так его, и может спокойно с ним общаться, продолжать записываться там на консультации, спрашивать, какие нужны дополнительные обследования, какие нужны анализы, и как вообще строить лайфстайл после выписки. То есть послеоперационное наблюдение это услуга платная, да? Это будет, это будет. Сколько она будет примерно стоить? Ну так плюс-минус? Я думаю около 25 тысяч в год. В год. Ну это подъемно так достаточно. Вы вообще много очень уделяете Инстаграму времени, и я понимаю почему. И у вас замечательный Инстаграм, вы его просто идеально ведете, и есть чему поучиться. Там такое очень приятное совмещение личной жизни, дозировано что-то можно узнать. И как раз можно узнать очень много о заболевании и о том, о новостях вообще. И я понимаю, что и Инстаграм, и, наверное, в будущем ТикТок, не знаю, есть он у вас или нет, но я знаю, что у одного из ваших коллег ТикТок есть, он ведет его крайне успешно. Все это рупоры, то есть это все рупоры для коммуникации с пациентами, что из соцсетей, как раз реагируя на вас, что вы такие красавчики, что вы такие клевые чуваки, что вы молодые, что вы знаете языки, путешествуете по всему миру. Но как раз вы становитесь привлекательным, к вам не так страшно идти. То есть вы уже не доктор, которого боишься, да, вы уже доктор, ну, как минимум, с которым хочется познакомиться. Вот маленький блиц у меня сейчас к вам будет. Отвечать? Да, нет. Очень маленький. Что такое... А, нет, да нет, не получится. Ну, коротко, что такое счастье? Счастье – это понимание завтрашнего дня. Здоровая семья и здоровые близкие. Есть ли у вас политические убеждения? Нет. Довольны ли вы своими гонорарами? Доволен. Верите ли вы в Бога? Верю. Москва или Питер? Санкт-Петербург. Кулачок. Отлично. Еще хотела вас спросить, в чем сила, брат? Но так как этот рефрен уже забрал Юрий Дудь, то вот вы ему об этом и расскажете. Абсолютно верно. Я надеюсь, что встреча – это уже не за горами. Что бы вы сказали человеку, который только что услышал, что у него онкологический диагноз? Вот скажите. Дорогой пациент, не нужно ничего бояться. В настоящее время можно найти современные подходы. Можно найти серьезную и грамотную лекарственную, хирургическую, иммунотерапию. Просто нужно правильно выбрать доктора. Нужно выбрать правильно команду, которая будет а – комфортно, б – эмоционально безопасно и ц – весело. Продолжение следует...